Да, Владимир Владимирович. Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех? Нет, я за россиян и против несменяемости власти. У меня вопрос про конкуренцию. Я так и знал. У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах. Как вы, наверное, знаете, я собираюсь тоже баллотироваться в президенты Российской Федерации. Вы здесь, как журналисты, или вы тоже всех обманули, как предыдущие... Нет, я не обманула. И пришли сюда в виде как кандидатов. Я не обманула и пришла сюда как журналист телеканала «Дождь», потому что, к сожалению, на сегодняшний момент это единственная возможность задать вам вопрос. Пожалуйста. Так как в дебатах вы не участвуете. Пожалуйста. Мой вопрос связан с конкуренцией на выборах. Вот ваш пресс-секретарь Дмитрий Песков уже говорил о том, что оппозиция у нас не созрела. Вы сегодня говорили о том, что не самому же мне выращивать, потому что нет людей. Вот мне кажется, уже все давно созрели и никого растить не нужно. Все уже сами выросли. Но проблема заключается в другом, что сегодня либо у нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Например, есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. Их фиктивность была доказана Алексеем Навальным в Европейском суде. Решение Европейского суда признает, как вы знаете, Российская Федерация. Но тем не менее он не допускается к выборам. Хотя известно, что есть и особое мнение Конституционного суда по этому вопросу и так далее. То же самое связано и с моей деятельностью после моего объявления. Очень сложно снять любой зал в стране. Люди отказываются даже на коммерческих условиях сотрудничать. Сложно поставить любую агитационную продукцию. И все это связано просто со страхом. Люди понимают, что быть оппозиционером в России, это значит, что либо тебя убьют, либо тебя посадят, либо произойдет еще что-либо в этом духе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции? Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, где у нас дееспособная оппозиция, я уже достаточно развернуто отвечал. И смысл этого ответа заключается не в том, что кто-то не созрел для чего-то. А смысл ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной, и понятной людям программы позитивных действий. Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем? Значит, по поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Вот тех, кого назвали, это Саакашвили. Только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Значит, вот я уверен, что абсолютное, подавляющее большинство граждан России этого не хочет. И этого не допустит. А конкуренция, конечно, должна быть. И она, безусловно, будет. Вот вопрос только в радикализме. Вот посмотрите, что сделали с движением «Окупай Уолл-стрит». Где оно теперь в Соединенных Штатах? Движение «Окупай Уолл-стрит». А там вот таких Саакашвили или тех, которые вас назвали, вот они из них и состояли. Где они теперь? Их нету. Это демократия или нет? Давайте задаемся вопросом. А что ж такое демократия? Вот это предмет такой достаточно серьезной и глубокой дискуссии. Но я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-е годы, как это сейчас сегодня на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России. Нет, не хотим и не допустим.